ребята все привет добро пожаловать на мой канал меня зовут эдгар и сегодня я вам расскажу о том как радио заинтересовалась нашим проектом и взяла у нас интервью погнали джорджоно а тут и вы до вененого сур радио 24 Меня зовут Эдгар, у меня 30 лет, и я из-за русского языка. Моя история началась два года назад, и она началась с моим знакомым Иван, когда мы были нормальные бики, и мы всегда ходили в гиро, чтобы открыть новые места. Но, как и идти в бики, мы сказали, что мы должны перейти к следующему уровню, и мы должны купить новые бики электрические. Короче, ребята, рассказал я свою историю, интервью длилось 5 минут, мне было сказано, что интервью будет длиться 8-10 минут, я надеялся на это время и подготовил историю именно на это время. Потом внезапно меня прерывают, и этот тип начинает говорить, мы благодарим Эдгара за то, что он рассказал нам такую интересную историю, мы вам желаем, чтобы у вас все получилось, ла-ла. А я такой думаю, блин, но я же не сказал, что мы делаем третий прототип на литий-полимере, на карбоновой раме, на новом моторе. После того, как мы запустим эту линейку из трех велосипедов, мы переходим на электромотокросс. После электромотокросса мы переходим на электромашину. У меня уже есть чертежи, все уже готово. После машины мы переходим на умные дома, то есть солнечные батареи, аккумуляция энергии из солнечных батарей в нашей литий-полимерной аккумуляторы. То есть всего этого мне не дали сказать. Поэтому не могу сказать, что я доволен с этого интервью. Это было чисто для галочки. После этого интервью мне поступил звонок с предложением купить у них видео, которое вы видели частично, которое я снимал, за 65 евро плюс налоги Ива. Я, конечно же, отказался, потому что, блин, у меня три камеры, которые у меня снимали. Поэтому я не питаю каких-то надежд, что вот это вот интервью меня поднимет на новый уровень. Всего этого не будет. Поэтому я просто знаю, как это все работает. Для того, чтобы достичь успеха в нашем деле, радио, вот эта вот политика. У меня просто были знакомые, которые хотели вписаться в этот стартап. Сказал, давайте попробуем, но не допустил их в итоге. Потому что они говорили, что найдут спонсоров на все это дело, на продвижение. Потому что у них там какие-то политики, они там вась-навась. В итоге поняли, что нифига они не понимают. А для этого стартапа много не надо. Не нужно ни политики, ни радио. Но на самом деле нужен просто грамотный сайт, правильное продвижение и все. И просто вот когда чувак какой-то напишет e-bike, чтобы мои велосипеды хотя бы в тройке были. Потому что для меня конкуренты не конкуренты. С моими ценами и мощностью и дальностью хода я перекрываю всем кислород и совершаю продажу. Так что вот такие вот пироги, ребята. Всем спасибо за просмотр. Ставьте палец вверх, если хотите поддержать меня. И конечно же все вопросы в комментариях. Пока!